Доброго времени суток! В эфире Крутящий момент. Программа об автомобилях и всем, что с ними связано. Сегодня в выпуске. Автоваз начал производство би-топливной версии Lada Vesta. Citroen планирует продавать в России компактный кроссовер C3 Aircross и краш-тест Tesla Model X. Автоваз начал производство би-топливной версии Lada Vesta. Впервые в истории бренда к официальным дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение газа. Автомобиль с конвейера будет использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Емкости баллона, установленного в багажнике, хватит на 350 километров. При этом, когда метан будет на исходе, автомобиль сам на ходу перейдет на бензин. Разумеется, есть возможность переключиться на другой вид топлива вручную. Суммарно Vesta при полных баке и баллоне может проехать более тысячи километров. Отличные цифры для легкового автомобиля. В ближайшее время первые автомобили Lada Vesta с приставкой CNG поступят для тестирования корпоративным клиентам. А позже, по обещаниям производителя, выйдут в свободную продажу. Никакой информации о ценах на битопливную новинку мне найти не удалось. Однако уверен, что задирать ценник Автоваз не станет. Ведь это автомобиль для экономных, а значит, дорого его просто не продашь. Компания Citroёn планирует продавать в России компактный кроссовер C3 Aircross. Внешне автомобиль необычен. Его хочется рассмотреть поближе и обойти вокруг. Такие желания вызывают не каждые машины даже легендарных немецких брендов. Автомобиль снабдят тремя бензиновыми двигателями и двумя разными дизелями. Привод исключительно передний. О комплектациях точных данных пока нет. Однако список доп. опций огромен. Среди интересных выделю беспроводную зарядку для смартфона, автопарковщик и проекционный дисплей на стекло. Также для новинки предусмотрены продвинутые системы безопасности. Это автоматическое торможение, предупреждение о выходе из занимаемой полосы и мониторинг слепых зон. При этом Citroёn уверяет, что их кроссовер станет самым просторным и вместительным в своем классе. Так объем багажника составляет 520 литров, что может привлечь семейных людей. В Европе продажи C3 Aircross начнутся во второй половине текущего года. Российские цены и комплектации будут известны позднее, а старт назначен на следующий год. Не зная ценник на новинку, делать прогнозы об ее успешности дело, конечно, неблагодарное. Но уверен, что яркий дизайн автомобиля совсем без продаж его не оставит. Думаю, не осталось ни одного человека, который не слышал бы об автомобилях Tesla. Это красивейшие и очень быстрые электрокары. На данный момент самая распространенная модель Tesla Model S. Она выпускается уже 5 лет. Помимо прекрасного дизайна и выдающихся для электрокара скоростных характеристик, Model S очень безопасный автомобиль. Он получил 5 из 5 звезд в краш-тесте по версии Euro NCAP. Однако уже около полутора лет на рынке присутствует Tesla Model X – полноразмерный электрический кроссовер. Его краш-тест провели лишь несколько дней назад в США. Национальное управление безопасности дорожного движения штатов ударило автомобиль об устойчивый барьер на скорости 60 км в час. После ведомство присвоило Tesla Model X наивысший рейтинг безопасности. В вышеуказанных условиях погибнуть в автомобиле практически невозможно. А вероятность получения тяжелой травмы не превышает 10%. На данный момент это самый безопасный кроссовер в мире. Среди причин этого не только крепкий кузов, но и отсутствие спереди автомобиля-двигателя. Впрочем, как у многих электрокаров. И, казалось бы, надо бежать и покупать. Но тут есть две проблемы. Первая цена – средняя стоимость Model X около 10 миллионов рублей. Вторая – отсутствие инфраструктуры. В России слишком мало городов, оборудованных станциями, необходимыми для зарядки Теслы. Однако такие электрокары неизбежно приближают будущее. И, может быть, через каких-то 10 лет мы все же сможем победить страшные цифры в статистике смертельных ДТП. При условии, конечно, что технологии Теслы пойдут в массы и подешевеют, чтобы такие безопасные и одновременно прекрасные электромобили смогли себе позволить хотя бы люди со средним достатком. На этом на сегодня все. Максимального вам крутящего момента. И до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!